По итогам краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2019 году трое представителей ТОСов Славянского района были награждены за успешную плодотворную работу. Мы в нашем репортаже расскажем о Нателе Кондратьевой, которая была в числе награжденных. Хорошо знать проблемы и пожелания жителей и все время держать руку на пульсе жизни местным властям гораздо удобнее с помощью активистов территориального общественного самоуправления. Органы ТОС участвуют в решении вопросов по благоустройству и озеленению, обеспечивают по мере силы общественный порядок, работают с одинокими и пожилыми людьми, а также со всеми, кто в этом нуждается. И далеко не случайно в числе лучших со сцены городского дома культуры было названо имя руководителя органа территориального общественного самоуправления номер 6 поселка Степнова Нателлы Кондратьевой, которая завоевала второе место в краевом конкурсе. Это было очень приятно, неожиданно так. Спасибо жителям моим, которые активно принимают участие в благоустройстве, откликаются на любое обращение к ним, активное участие принимают и в субботниках, и везде, куда бы я ни попросила. Настоящий проводник народных инициатив, помощник для людей, организатор многих нужных мероприятий. Так себя зарекомендовала Нателла Кондратьева за годы работы. Самое главное подойти ко всем вопросам, с какими обращаются люди, по-человечески. Понять, довести их желания до вышестоящих органов. В первую очередь я обращаюсь сразу в свою администрацию, к Татьяне Васильевне, к Храмову Дмитрию Владимировичу, к Печеливой Ольге Андреевне. Они очень много мне помогают в этой работе. Если что-то я не могу решить сама, значит я обращаюсь к нашему руководству. Она работает в тесном контакте с администрацией поселения. И там высоко ценят специалиста, который за 22 года работы завоевал большой авторитет у жителей. Это одна из самых ответственных квартальных. Председатель ТОС грамотно находит общий язык с жителями поселения. Умеет грамотно и своевременно донести всю информацию. Но это самый такой надежный наш товарищ, правая рука администрации. Под ее руководством на каждой улице есть ответственные, которые доносят до нее информацию. И любое желание жителей она рассказывает на совещаниях квартальных. Жители поселка Степнова активные и неравнодушные. Им хочется, чтобы их родной поселок был красивым и процветающим. Живут очень подолгу люди. Видят, что один посадил цветочки. А почему я не могу посадить их? И я начинаю сажать. А тот посмотрел, ой, я такое же сделаю, так уже наведу красоту. Начинаешь разговаривать с девочками. Ну давайте там что-то организуем еще. Я делаю эту красоту для себя. Вот как они видят это, так они и делают. О своей квартальной жители Степнова могут сказать только хорошее. Потому что они прекрасно видят, что ее усилия направлены на всеобщее благо. Она действительно всегда к ней, зачем бы ни обратился, она всегда поможет. Вот такая она у нас. Хотя она занятая, она же работает, и как и все. А вы знаете, в поселке и дома надо что-то делать, и на работе, и еще выполнять общественную работу. Если что-то нас тревожит, конечно, первый звонок мы делаем квартальной нашей Натальи Григорьевны. Что-то со светом, допустим, перебои, с водой или с чем-то. Она у нас никогда не была такого случая, чтобы не ответила на телефон. Она всегда отвечает на телефон, всегда успокаивает. И, допустим, если в ее там компетенция, она улаживает этот вопрос и нам перезванивает. И говорит, не волнуйтесь, не переживайте, через сколько-то минут все наладится, все будет хорошо. За деньги призового фонда в поселении будет сделан тротуар и приобретены качели. Жизнь продолжается. И все изменения здесь только к лучшему. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».